Здравствуйте! Это программа Город С и я Елена Чернявская. Не секрет, что Самарская губерния является одним из красивейших и интереснейших мест России. Богатая история края, ни с чем не сравнимая красавица Волга, Жигулевские горы, Национальный парк Самарская Лука делают нашу область весьма привлекательной для самых разных экскурсий. Последние годы Самарская область серьезно заявила о себе как об одном из ярких лидеров в развитии отечественного туризма. Девиз моей сегодняшней гости – мы работаем, чтобы туристу было комфортно. Ольга Шандуренко, директор Туристского информационного центра Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие жители и гости Самарской области! Уважаемые телезрители, периодически на экранах будут появляться телефоны Самарского туристского центра. Возьмите их себе на заметку, уверена, они вам пригодятся. Ну что же, мы начинаем нашу передачу. Ольга, ну не секрет, что роль и важность туристских информационных центров на сегодняшний день определяется на государственном уровне. И президент выступил с поручением правительству о необходимости даже их создания. Вот расскажите, пожалуйста, о работе Самарского туристского центра. Ну, в общем, что такое ТИЦИ? Ну, начнем, наверное, со второй части вопроса, да, что такое туристские информационные центры. Туристы, которые много путешествуют по миру, прекрасно знают, что где бы они ни оказались, если им нужно получить какую-то информацию, взять туристическую карту, узнать, как пройти до гостиницы, забронировать экскурсию, или попросить советы или рекомендации о лучшем рыбном или мясном ресторане в городе, они находят синюю буковку «Ай», понимают, что это туристский информационный центр, и там им всегда окажут помощь, поддержку и предоставят самую разнообразную информацию о туризме. Вот сейчас Самарская область оказалась у нас в числе таких туристических, гостеприимных регионов, и на сегодняшний день в Самарской области работает туристский информационный центр, который выполняет как раз те самые традиционные функции ТИЦов, то есть предоставляет информацию, оказывает жителям и гостям города информационную поддержку и всячески помогает провести время в Самарской области интересно, оставить наилучшие впечатления и почувствовать гостеприимство и комфорт в нашей области. Ну и к первой части вопроса все-таки вернемся, вот именно важность, да, на государственном уровне? Что касается государственного уровня, не секрет, что когда ТИЦ выполняет именно такие функции, туристский информационный центр становится действительно лицом региона. Например, вот у нас в аэропорту Курумыч, когда гости прилетают, первое, что они видят, вступив на Самарскую землю, это улыбку консультанта, работающего в туристском информационном центре. Вот какое впечатление сложится в туристском информационном центре, такое впечатление гость и увезет с собой о регионе. Соответственно, если мы говорим об иностранных туристах, то такое же впечатление останется и о стране. Безопасность, то есть порекомендовать что-то, что действительно проверено, безопасно и надежно. Транспорт, отели, экскурсии, гостеприимство. Это самое-самое лучшее и интересное. Вот это все лежит на плечах туристских информационных центров. И вторая задача – это как раз продвижение туристических ресурсов региона, ну, скажем так, вне региона, для туристов из других областей, для туристов из других стран. Поэтому, конечно, задача – это государственные важности. И очень отрадно, что сегодня российское правительство уделяет это большое значение. С сентября начинают действовать государственные стандарты, которые регламентируют те услуги, которые оказывают туристские информационные центры. И что Самарская область как раз вот в этом потоке, в этом мейнстриме, да, и это очень отрадно. Я хочу добавить, просто вспомнила пословицу по ходу нашего разговора. Бойтесь первого впечатления, оно самое верное. И вот действительно, какое впечатление турист получит, так и… Что касается Самарской области, смело могу говорить, не бойтесь первого впечатления. – Замечательно. Продолжаем разговор. Ольга, скажите, а что именно жители нашего региона могут получить, обратившись в Самарский туристский информационный центр? – Ну, к сожалению, у нас есть очень большая проблема, и это действительно проблема. Жители региона крайне мало знают о возможностях отдыха и туризма в Самарской области. То есть очень часто, когда мы начинаем разговоры, и вот где-то просто даже в личных беседах, люди узнают, кем я работаю. И самый популярный вопрос – а у нас же негде отдыхать? На что всегда я отвечаю? У нас негде отдыхать, либо вы не знаете, где отдыхать. Так вот, проблема не с первым, проблема со вторым. И туристский информационный центр здесь для жителей региона играет, пожалуй, не меньше, а даже большую роль, чем для гостей региона, потому что любой житель области, проснувшись в субботу и задумавшись, как он может провести выходные с семьей, может позвонить в туристский информационный центр, обратиться, да, или в пятницу заранее, озаботившись этим вопросом, узнать, какие есть экскурсии, какие есть достопримечательности, как добраться до самых интересных достопримечательностей, как работают музеи Самарской области, где находятся турбазы, какие фестивали, где проходят. Все это жители Самарской области узнают в туристских информационных центрах, получают информацию и таким образом знакомятся, учатся отдыхать в регионе и любить свой регион. Вот телефоны периодически появляются на ваших экранах, уважаемые телезрители, гости, жители нашего города, возьмите их себе на заметку. Вот действительно, позвонив перед выходными и узнав, какие экскурсии ближайшие предстоят, это ведь очень важно, но я не могу тогда не задать вам вопрос о режиме работы. Давайте вот сразу моменты эти обозначим. Как вы работаете? То есть выходные, получается, тоже? Ну, что касается главного офиса, он работает по традиционному расписанию с понедельника по пятницу. Что касается павильонов, которые расположены на железнодорожном вокзале и в аэропорту Курумыч, они работают ежедневно и круглосуточно. Следующий вопрос, Ольга, о гостям нашего города, нашей столице региональной. Вы уделяете ведь не меньшее внимание? Права я? Ну, на самом деле, уже само расположение, сама локация павильонов, это как раз крупнейшие транспортные узлы, уже как раз определяет то, что гости сразу могут получить информацию. Происходит это следующим образом. Человек приехал на поезде, либо прилетел на самолете, сразу подходит в ТИЦ, и, в принципе, дальше он может расслабиться, потому что ему здесь все скажут, объяснят и расскажут. Он берет туристическую карту, он берет целую серию буклетов, в которых содержится информация обо всех видах отдыха в Самарской области. Он спрашивает, как переключиться в роуминг, он просит помочь с вызовом такси, с размещением в отеле, если человек приехал еще не забронировав, либо узнает, как добраться до отеля. Он планирует свою экскурсионную программу, либо посещение каких-то туристических событий, фестивалей, ну и просто узнает, что же интересного можно посмотреть в Самаре, что же интересного можно посмотреть в других городах области, и уже вот отправляется дальше вооруженной информацией, скажем так. У нас даже девочки, работающие в павильонах, решают иногда такой вопрос, как межязыковая коммуникация. Не секрет, что многие таксисты не владеют иностранными языками, поэтому девочки выступают некими посредниками между иностранными туристами и транспортными компаниями. Очень здорово, очень интересно. Мы продолжаем наш разговор. Ольга Шамдуренко, директор туристического информационного центра Самарской области, сегодня гости в студии. И вот о всех аспектах мы сегодня будем говорить поподробнее. Ну а я хочу задать вот такой вопрос. У россиян сейчас очень растет интерес именно к внутреннему туризму. За последний год из-за изменения экономической ситуации выездной туризм пошел на спад, ну и по некоторым направлениям даже до 50%. А внутренний, по данным Ростуризма, именно возрос на 16%. Ольга, какие направления востребованы туристами в Самарской области? Расскажите. Ну, пожалуй, одно из самых динамично развивающихся направлений, одно из самых перспективных направлений для нашего региона – это событийный туризм. Я думаю, что вам, Елена, известно, напомню еще раз жителям Самарской области, что в прошлом году Самарская область стала лидером, победила во всех рейтингах по событийному туризму в соревнованиях с другими регионами. И это определяется как количеством фестивалей, проходящих в регионе, так и их уровням. Как раз вот буквально сегодня вечером мы с командой Самарской области, с событийщиками Самарской области отправляемся в Казань на очередной финал всероссийского конкурса Russian Event Awards за, я думаю, что очередными победами. Так что держите за нас кулачки, болейте. И послезавтра, я думаю, что мы поделимся радостями о наших новых победах. То есть те события, которые происходят на территории Самарской области, это действительно яркие, интересные, разнообразные события на любой абсолютно вкус, на любую возрастную аудиторию. И что, пожалуй, немаловажно, на сегодняшний день они превращаются из просто тусовки, из фестиваля действительно в туристический продукт. Ну, возьмем, например, фестиваль «Классику над Волгой» в сотрудничестве с туристическими компаниями. Туристы из других регионов приезжают для того, чтобы разместиться в санаториях поблизости. То есть целый день они посвящают, скажем так, заботой о физическом здоровье. А каждый вечер они отправляются на фестиваль, на концерт. И уже на фоне Волги, на фоне Жигулевских гор, в «Сосновом бароне» прекрасной такой сценической площадкой наслаждаются классической музыкой. Вот, пожалуйста, пример. Другой пример – гастрономический фестиваль «Сызранский помидор». Уже несколько лет у нас туристическая компания «Профцентр» отправляет из Самары туристов на электрички, когда туристы могут и посмотреть само действие, и попробовать вот все это разнообразие блюд из помидора. И при этом еще посмотреть достопримечательности Купеческой Сызрани. То есть посетить какие-то знаковые места. Много еще событийных мероприятий, я знаю, проводятся в Самарской области, но хотелось бы сейчас уделить поболее внимание экскурсиям. Скажите, пожалуйста, а вот вы лично, туристский информационный центр Самарской области, организует экскурсии? Если да, то какие? У нас есть кадры, я предлагаю их посмотреть. Ну, пока зрители смотрят кадры о нашей экскурсии, расскажу немножечко о проекте, который стартовал в начале лета этого года. Предыстория такова. Самара действительно является центром притяжения для туристов, и это неправильно, когда в таком крупном интересном городе не бывает регулярных экскурсий. Поэтому здесь туристский информационный центр в тесном сотрудничестве с туристическими компаниями Самарской области сделали экскурсионный маршрут. Экскурсионный маршрут включает трехчасовую экскурсию по центру Самары. То есть вот сейчас вы видите как раз те основные, скажем так, точки, на которые останавливаются наши туристы. Это и город многоконфессиональный, это и очарование купеческой Самары, это и тайна запасной столицы, и, конечно же, наша набережная – особый повод для гордости у жителей Самары. И, пожалуй, главной фишкой этой экскурсии является посещение бункера Сталина. То есть каждую субботу с часу до четырех любой житель Самарской области, любой гость Самарской области может отправиться на нашу автобусную экскурсию, которая отправляется от туристко-информационного центра железнодорожного вокзала на брендированном, качественном, современном автобусе с кондиционерами, получить туристическую карту и насладиться экскурсией от самых профессиональных, пожалуй, от самых лучших экскурсоводов Самарского области. То есть я сейчас в этом хочу сделать акцент. То есть каждую субботу житель, гость может отправиться в это уникальное путешествие. И скажите, пожалуйста, о ценовой политике. Ну, проще говоря, какова цена? 500 рублей для взрослых, 450 рублей для детей до 12 лет. Малыши до двух лет отправляются с родителями бесплатно. Ну, если вот родители хотят сразу даже таких крошек приучать, приобщать к истории Самары. Ну, вполне нормальная ценовая политика. И самое главное, что за эти, ну, можно сказать, вполне доступные деньги можно получить такое многообразие нашего Самарского края, что просто диву даешься. Потому что я сама была и видела, знаю, какие экскурсии вы проводите. Очень любопытные, интересные. Кстати, возьмите телефончик себе на заметку. Я думаю, что обязательно следует перед выходными по нему позвонить и сходить на экскурсию, пригласить гостей. Ну, я хотела бы отметить еще, что приобрести экскурсию, если кому-то удобнее, вы можете в туроператорских компаниях Самарской области. В принципе, они указаны у нас на сайте. Сайт тоже неоднократно появляется на экране. tic-samara.ru Либо купить, собственно, в павильоне, в аэропорту или на ЖД-вокзале. Ольга, планируете ли вы расширять спектр экскурсионных маршрутов? Ну, на самом деле, у нас уже появляются такие очень лояльные к нашей экскурсии туристы, которые оставляют самые яркие, восторженные отзывы и говорят о том, что необходимо расширять. А в ближайших планах это организация экскурсии в Тольятти. Потому что не секрет, что многие жители Самары имеют весьма такое размытое впечатление о том, что представляет собой Тольятти. Они где-то, может, когда-то бывали. Но, тем не менее, вот образ города, его история, которая тоже очень интересна, вопреки распространенному мнению, что-то, ну, казалось бы, современный город. Очень интересная история, очень интересная энергетика. И, конечно, посещение технического музея, крупнейшего собрания военной техники под открытым небом в мире, безусловно, это вот следующий шаг. И, конечно, совместно с туроператорскими компаниями есть еще очень много планов для того, чтобы делать такие организованные регулярные экскурсии. Ольга, я сейчас хочу акцент сделать на следующем вопросе. Вы сегодня, вернее, неоднократно уже сказали об информационных павильонах, которые располагаются на железнодорожном вокзале Самары и в аэропорту Курумыч. И хочу сказать, что это были современные в России информационные павильоны. Были, есть. Вот. Скажите, пожалуйста, да, помимо экскурсий, что там можно приобрести? Вот сейчас как раз мы видим информационную поддержку, которую вы оказываете, и вот эти вот самые павильоны. Расскажите, что там можно? Ну, сейчас как раз зрители видят наш павильончик, который находится в зоне прилета в аэропорту Курумыч. Помимо консультации, которые вы можете получить у наших консультантов, работающих в павильоне, там можно взять необходимый набор полиграфической продукции. На сегодняшний день это четыре вида туристических карт. Самара, Тольятти, Сызрань и Национальный парк Самарская Лука, где указаны основные туристические маршруты, основные достопримечательности, и содержится попутное описание всех вот этих вот достопримечательностей. И это целый набор небольших буклетов, как раз очень удобных по формату, то есть его очень легко и удобно взять с собой, помещается даже в дамскую сумочку или в карман, о различных видах туризма. То есть это и календарь событий, когда вы можете взять и запланировать вот как раз, собственно, карты и небольшой буклет, рассказывающий о нашем экскурсионном маршруте. Календарь событий, сценарии для активного отдыха, паломнический туризм и еще много других видов буклетов. В ближайшее время появится также полиграфическая продукция для иностранных туристов на английском и на французском языках. И в ближайшее время будут установлены тачскрин-экраны, то есть информационные терминалы для тех туристов, которым, ну, понятно, что кому-то комфортнее спросить, кому-то комфортнее пообщаться с консультантом, а кому-то интереснее, собственно, разобраться на экране и посмотреть, какую информацию, почитать что-то о достопримечательностях. Появятся вот эти вот терминалы. То есть все эти карты, все эти очень интересные, яркие, красочные материалы можно взять? Совершенно бесплатно, да. Совершенно бесплатно. Очень часто возникает вопрос, сколько стоит, так вот, как во всем цивилизованном мире, как в любом регионе, который ждет туристов и любит своих туристов, совершенно бесплатно в информационном центре. Да, вопрос от телезрителя, не могу его не задать, очень любопытный. К нам приезжают гости из Волгограда. У них много достопримечательностей. А чем бы нам их удивить? Ольга, вы как эксперт, подскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, если говорить, собственно, о Волгограде, да, замечательный совершенно город с уникальной историей. Я думаю, что жителям Волгограда будет интересна как раз история запасной столицы. Потому что вот Сталинградская битва, а то, что Самара была в годы войны запасной столицей, это тоже очень интересно. Об этом можно узнать как раз в ходе нашей экскурсии. И, конечно, посещение бункера Сталина – объект уникальный. Кроме того, вторая тема, которой очень гордится, наверное, каждый житель Самары и Самарской области – это история космоса. Уникальный музей Самары космическое, с очень интересной экспозицией, современная, динамичная экспозиция, очень красиво дизайнерски оформленная, абсолютно на любой вкус. Ну, и кроме того, да, осень, но это совершенно не отменяет очарование природы Самарской области. То есть Самарская лука – ну, это целый колондайк со своей историей, со своими легендами, с большим количеством потрясающих красивых видов, однагорастрельная, чего стоит. И что очень отрадно, на Самарской луке сегодня появляется еще и множество интересных музеев. Там музей Репина – известный музей. Открытием стало недавно для наших туристов это музей «Жигулевской сказки», который появился в селе Зольном. уникальная экспозиция, как раз рассказывающая о тех легендарных существах, таких как зверь-волкодир и многих других, живущих на территории Самарской луки. Я думаю, что как раз гостям из Волгограда, где немножечко другая природа, будет вот это особенно интересно. Ольга, мы с вами поговорили о событийном туризме. Что касается его, то жизнь Самарской области просто кипит, и календарь забит под завязку. Но вот я хочу спросить, что в году грядущем ожидает туристов? Может быть, будут какие-то новинки? Ну, на самом деле, событийный туристический год у нас стартует уже в первых числах января, потому что с 8 по 10 января Самара принимает совершенно безбашенный, уникальный фестиваль «Сноудокс». Это фестиваль, на который съезжаются… Я даже не знаю, как это объяснить. Вот есть уникальное транспортное средство «Унимото». То есть это среднее между машиной, между квадроциклом, между велосипедом и мотоциклом, которые такие увлеченные люди делают сами, и устраиваются гонки на льду на этих транспортных средствах. Следующий фестиваль, грандиозный фестиваль, который пройдет тоже в Самарской области, но уже в Тольятти, это «Жигулевское море». Последние выходные февраля. Всероссийские соревнования по сноукайтингу, то есть когда поверхность Жигулевского моря расцвечивается просто яркими вот этими парусами, и зрители могут и посмотреть соревнования, и взять мастер-классы по кайтингу, и покататься на собачьих упряжках, и еще попробовать блюда из жигулевской вишни, потому что вот у нас начинается уже синергия фестивалей. Это вот с чего стартует у нас год. Ну и дальше продолжается каждый, начиная с мая, каждый уикенд, у нас какой-нибудь очень интересный, яркий фестиваль. Это и классика над Волгой, о которой мы говорили сегодня, и фестиваль электронной музыки ГЭС-фест, и, конечно же, груша, ну куда же без нее, это бренд Самарской области, и фестиваль Мета-фест, и гастрономическое раздолье в Ширяево, Жигулевская вишня, Сызранский помидор, ну и так далее. И так далее. Ну а телефоны и сайт Туристского информационного центра Самарской области вы видите на экранах. Я напоминаю, в выходные не за горами можно попасть на совершенно уникальную, интереснейшую экскурсию, просто набрав номер и узнав подробности об этой экскурсии. Ольга, ну вот я думаю, что вы со мной согласитесь, что все-таки слагаемые успеха, они заключаются в командной работе. И я знаю, что вы очень активно взаимодействуете с самарскими туристическими операторами, и лично занимаете очень активную позицию, и вот активно работаете. Скажите, пожалуйста, вот как прошел туристический сезон, и какую бы оценку лично вы могли бы ему дать? Ну, вообще, на самом деле, я всегда говорю, что мне невероятно повезло возглавлять Туристский информационный центр именно в Самарской области, потому что я считаю, что таких ярких, профессиональных, харизматичных людей, работающих в турбизнесе, нет ни в одном регионе. И это нисколько не преувеличение, это оценка в том числе и других регионов. То есть команда событийного туризма, мы о них говорили, совершенно уникальные люди, которые создают действительно невероятные события. Туроператорские компании во всей России много лет региональные компании работали на выездной туризм. У нас никогда такого не было, то есть они всегда работали на выездной туризм, но при этом ведущие туроператорские компании всегда развивали внутренний туризм. Это и круизы по Волге, это и, собственно, маршруты по Самарской области, поэтому, что касается этого сезона, я действительно очень благодарна туротрасли за вот это оперативное переключение на внутренний туризм. И я думаю, что этот год стал годом очень многих проектов и заложил основу, настоящий фундамент для дальнейшего бурного развития внутреннего туризма. Спасибо коллегам. Да, но хотелось бы еще и поговорить о достижениях ваших. Я знаю, что вы успешный медиа-менеджер и очень многого добились на именно ниве информационного туризма. В сфере массовых коммуникаций получили абсолютно заслуженную награду на рост туризма выставке Интурмаркет. Хочется действительно искренне пожелать вам успехов в работе и далее. Но вот сами для себя вы какие наметили планы? Я думаю, что план один, и это не только личному, это и моей команды Туристского информационного центра, и Департамента туризма Самарской области, и всей туротрасли, сделать Самарский регион лидером среди регионов России по туризму. У нас, я думаю, что основа для этого есть. Просто нужно поработать, скажем так, над этим. И сделать Туристский информационный центр Самарской области лучшим туристским информационным центром в России. В прошлом году в плане поддержки событийного туризма мы уже получили эту награду, но, тем не менее, нет предела совершенства. Ольга, а вот на Ваш взгляд, каков сегодня портрет сегодняшнего самарского туриста? Самарского туриста, именно. Сегодняшнего самарского туриста. Это человек, безусловно, семейный. Это человек, который понимает, который поездил, где-то уже побывал по миру или что-то знает, но теперь понял, что удивительное находится рядом и созрел, наконец-то, для того, чтобы открывать для себя и для своей семьи, для своих детей. Красота Самарской области. Это человек, к которому приезжают гости из других регионов и которым он хочет презентовать регион уже, скажем так, с гордостью, с таким достоинством. Это, безусловно, человек, занимающий активную позицию, то есть готовый посещать фестивали, стоящий на лыжах, осваивающий такие виды спорта, как кайтинг, серфинг и другие. И интересующиеся своей историей. Но дело в том, что вот таких туристов, наверное, нужно нам вместе с вами, со средствами информации, да, с туроператорами, нужно растить, нужно учить и рассказывать людям, как и что интересно можно отдохнуть в Самарской области. У нас осталось пять минут до конца нашего разговора. Я хочу подвести итог нашей передачи. Если вдруг кто-то не сразу к нам присоединился, чем сегодня может быть полезен самарскому туристу, жителю города Самара, гостю Туристский информационный центр Самарской области, вот если подводя итоги. И вы можете пригласить всех на экскурсии, которые вы проводите. Пожалуйста. Ну, безусловно, мы еще раз приглашаем на экскурсию для того, чтобы и жители Самарской области, и гости открыли для себя тайны Самары, узнали, совершили такое путешествие во времени и в пространстве, погрузились в атмосферу старой купеческой Самары, потом в запасной столице, поняли, чем действительно славна история города, чем можно гордиться, что можно искренне любить. Поэтому телефончики еще раз вы увидите на экране, обращайтесь либо напрямую в павильоны, либо в туроператорские компании, либо звоните к нам в офис и бронируйте экскурсию по субботам от железнодорожного вокзала. Ну, и еще раз, чем туристский информационный центр может быть полезен. Вся информация о туризме, об отдыхе, о возможностях путешествий по Самарской области, карты, буклеты, все это вы можете найти в туристских информационных центрах. Добро пожаловать! Ольга, ну вот есть у нас еще время, а сейчас вот куда бы вы посоветовали пойти, поехать отдохнуть, когда, как говорил классик, унылая пора, о чьей очарованиях? Ну, я надеюсь, что погода и природа нас еще порадуют, да, еще остались желтые листва, и на Самарской луке, безусловно, еще очень красиво. Не забываем, правда, что эта территория все-таки является территорием национального парка, что накладывает на туристов определенные обязательства, да, определенные правила поведения, которые, кстати, на наших картах на Самарской луке прописаны. То есть не мусорить, не ходить, где не положено, посещать только через основные пункты и не омрачать жизнь другим существам, живущим на территории национального парка. То есть это гора Стрельная, это село Ширяева с музеем, это село Зольное, о котором мы говорили. Ну, и если мы говорим не о природе, а все-таки более о городских маршрутах, безусловно, стоит посетить Тольятти с техническим музеем. Новая достопримечательность, которую сравнительно недавно открыли для себя и мы, и наши туристы, это Красноглинский холодильник. Организуются экскурсии туда, да? Организуются у туроператорских компаний экскурсии, плюс у них есть группа ВКонтакте, но у нас на сайте вся информация есть об этом объекте, как попасть. Совершенно яркие, харизматичные ребята, которые делают квесты, которые рассказывают потрясающие истории, то есть это и памятник природы, и такой образец социалистической эпохи хранилища продуктов и современные какие-то вещи, много историй и легенд, связанные вообще с пещерами, с Жигулевскими горами. Все это вот в Красноглинском холодильнике. Помимо этого, это, конечно, очень красиво, сталактиты, сталагмиты, путешествия в абсолютной темноте и потом широкие пещеры. Это место стоит того, чтобы посетить. Еще один сценарий, наверное, подходящий как раз для унылой поры, для осени, это открытие города Новокуйбышевска. Сами, когда привезли журналистов, возможно, ваши коллеги были, потрясающие музеи, музеи истории города, когда глиняная чашка начинает разговаривать, когда вдруг посетители музея оказываются в строящемся Новокуйбышевске и вокруг них разыгрываются сцены из жизни города, когда совершенно какие-то 3D-технологии, то есть, казалось бы, маленький провинциальный городок, небольшой музей и такие ведущие технологии. Ну, заинтриговали по полной программе, хочется буквально сейчас встать и пойти на экскурсию и себе доставить удовольствие. Ну что же, Ольга, наше время подошло к концу. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию. Спасибо, Елена. Да, за интереснейшую беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ольга Шандуренко, директор Туристского информационного центра Самарской области. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова